Люди, вот вам идеальная супружеская пара, Зинаида Меркина и Григорий Померанц. Она в 19 лет испытала прозрение, которое определила и определяет всю её жизнь. Он прошёл Великую Отечественную, Сталинские лагеря и смерть любимого человека. Встретил её, вдохнувшую в него, новую жизнь. Ютуррент показывает, что я отдала этой передаче 685 мегабайт за полтора часа. Спасибо большое. Мои тётки подсели на Померанца, и мы вместе с ними. Померанц, он ведь уже был? Он что-то новенькое выдал? Нет, специально для тебя, слово в слово старое повторил. Спасибо вам, хотя я так и не дождался новой серии на Google Video. Ёшкин кот, только вот искал Померанца, а тут вот он, миленький. После первой передачи с ним очень заинтересовался. Лекции у него интересные. Спасибо. Спасибо вам огромное-преогромное. Обожаю Григория Померанца. Мне пришлось поучаствовать в последней чеченской кампании. Вы прошли всю войну. Как это отразилось на вашем мировосприятии? Бог ниспроверг меня и обложил меня своей усетью. Вот я кричу, и никто не слушает. Выпию, и нет суда. Он из торг надежды воспылал меня гневом своим. Помилуйте меня, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. В моем опыте это, прежде всего, вызов. Вызов к глубине духа. Как он сможет на это ответить? Как он выдержит в этом испытании на разлом? Вот 42-й год. Я лежу в палате тяжелораненых, в которой никто не может встать. Так что окурок довольно сложно передается. Два полюса. У окна лежит бывший солдат, которого, конечно, все время притесняли. И вдруг он оказывается в положении раненого, который все может требовать. И он начинает куражиться. Конечно, он был ранен. Конечно, у него раненые гневистики. Это у всех было, понимаете? А на другом конце у двери лежал тихий марш-элитнанг Гусев. И он молчал. Изредь что-нибудь скажет. А насчет стонать, когда Гай Гусев чуть-чуть застонет, то соседи начинают кричать и вызывать сестру. И говорят, Гусев застонал. Потому что Гусев зря не пищал. Понимаете? Вот так по-разному действует примерно одна и та же физическая боль. Но человека, у которого есть глубина, и он чувствует свое достоинство. Он принимает вызов страдания. И он держится как стоик. А с другой стороны, извините, хам, который получил возможность покуражиться, и он орет. Есть такие обрубки войны, в котором, казалось бы, лучше было бы умереть. Здесь же масса было людей, например, вытащенных горящими из танков и так далее, у которых выжгло глаза, сгорели руки и ноги. Но этот обрубок живет. Их помещают. Их от одних отказались, родственники. Они загнаны куда-то подальше от городов. Там их на свожечке кормят. А как же они? Почему они страдают? Можно привести пример одного французского мальчика, который ослеп восьми лет. Он упал очень неудачно. И стекла, разбившись, выбили ему глаза. Но по какой-то благодати он почти сразу стал чувствовать внутренний свет. И вот когда началась оккупация немецкая, правда, на Париже жил, то вокруг него возникло общество тайное, которое распространяло информацию о подлинном положении, поддерживая воли французов в сопротивлении. Когда это общество раскрыли, товарищи его не выдали. А немецкие исследователи не могли представить себе, что это несчастный сельхой здесь глава организации. Его просто запернули в лагерь, вместе со многими другими. И в лагере не то к нему приводили, не то его приводили к отчаявшимся людям, чтобы он поддержал этот дух. Это все факты. Его фамилия Лиссаран, потом он ехал в Америку, преподавал там в университете. Необходимо допустить, что не все дойдут до внутреннего света. Сделать так, чтобы все дошли до внутреннего света, это опять-таки значит театр марионеток. Бог вносит в мир свой образ. И религиозные общины разные так или иначе доносят этот образ до человека. Я немножко боюсь таких слов, как Богу было нужно, как Бог не совсем самогущ. Этого мы не знаем. И я этих слов избегаю. Но возвращаясь к книге Иова, самой любимой нашей книге в Ветхом Завете, мы рождены для ответа. И только пораженный, действительно пораженный, этой могучей красотой Божьей Иов, забыв о своем страдании, поняв, что есть что-то гораздо большее, чем оно, преклонившись перед Богом, познавшись на свое поражение, это было началом великой человеческой победы. У меня в жизни пришлось проходить через очень большие страдания. Я уж не говорю, потому что в пять лет в молодости я лежала парализованная, но очень много. И знаете, что меня больше всего поддерживало? Каждую минуту я вспоминала, что в этот момент и с меня есть спрос. Это меня собирало? Есть спрос, значит, я могу и должна ответить и сейчас. Вы святые люди. Вы кайф ловите от следователя-садиста в зоне особо строгого режима. Может, есть другой путь? Борьба за справедливость, за свои права? Поиски озарения, как путь борьбы со страданием, был испробован еще в первом тысячелетии до новой эры. В книге Иова в ответ на проклятый вопрос, за что страдает праведник, Бог просто подымает Иова на уровень своего божественного взгляда над землей со всеми ее вопросами. Ответ в твоем собственном сердце. На языке христианства это близко к выражению, что Царство Божие внутри нас. Но в брахманской традиции никакого Царства Божия не было, а был просто выход за рамки двойственности Бога и человека, бытия и небытия. Вот у меня самым сильным страданием, которое я почувствовал, было чувство одиночества человека во Вселенной. Я впервые это испытал в 16 лет. Вообще испытание повторялось со времен Паскаля, когда физики разрушили старый порядок мироздания, разрушили Землю, Солнце, оказалось маленькой звездочкой и прочее. А человек оказался не между небом и адом, а где-то вообще перед пустотой. А потом он 20 стал читать Тючева, Толстого. Они это все переживали. С легкой руки Паскаля, кстати, виден следует Тючева. И я решил, а я пробьюсь. И я три месяца сосредоточился на этой теме. Вот я стою перед бесконечностью, перед бесконечностью я нуль, но я не согласен быть нулем. И через три месяца у меня что-то сверкнуло, и пришли некоторые идеи. Впоследствии я читал, что у Шмемана была подобная вспышка, а от солнечного зайчика от автомобильного стекла. У меня внешнего толчка не было, но в этом озарении я мгновенно увидел два возможных решения, поддерживающих смысл человеческих усилий. Ничего нового я, конечно, не придумал, когда я познакомился с текстами буддизма Дзен, я понял, что придавать чрезмерное значение словам в момент озарения не следует. В словах тут ничего решить нельзя. Вы одновременно видите и раздробленность мира, и его единство, и выходите из страха бесконечности. Мне приходилось проходить через поле, которое я называл полем Смрада. Мне проходилось идти ночью, потому что я плохо ходил, мог только ночью пройти, натыкаясь на недохороненные руки, недохороненные ноги. Это впечатление Смрада у меня из самых страшных. Прилетали юнкерсы, кружились, кружились, корды балет. Потом одна балерина спускалась вниз, сбрасывала бомбу и так далее. Когда моего соседа убило, меня ранило слегка, я пошел во весь рост, хотя под беглым минометным огнем мне хотелось увидеть, что происходит. Я видел все поле в больших розовых пятнах от прямых попаданий. И вот тут я испытал мучительный, унизительный, раздавливающий меня какой-то, не скажу во что, страх. И начал перебирать аргументы. Я не испугался бездны пространства и времени. Стану ли я пугаться семи хэнкелей? И по ассоциации выдернулось тот огонь внутренний, в котором сгорал страх. И этот страх тоже сгорел. Он просто таял у меня, как кусок сахара в стакане чая. Я встал, спокойно дошел, поговорил с врачами, они мне рассказывали, как у них штукатурка падала на оперировку. Поговорил с ранеными. И в общем, с этих пор я прошел всю войну без страха. Лучшие части были разгромлены еще в 41-м году, а мы были все более-менее ополченцы. Семи лет живет в Москве. В 40-м году окончил Институт философии, литературы и искусства. Студенческая работа померанца о Достоевском была оценена преподавателями как антимарксистская, кандидатская диссертация уничтожена после его ареста в 1949 году, как документ, не относящийся к делу. В 1941-м пошел на фронт добровольцем, был ранен. В 50-м-53-м отбывал в Каргополь лагерь по статье 58-10. Освобожден по амнистии, в 58-м году реабилитирован. В 53-м-56-м годах сельский учитель в Краснодарском крае. Вернувшись в Москву, избрал работу библиографа, стал сотрудником библиотеки общественных наук. В 59-м умерла первая жена померанца. Ирина Муравьева, память о которой долгое время вдохновляло философское и литературное творчество померанца. все это ожило еще раз, когда умерла Ира. Почему такие массовые убийства на войне? И почему гибнут и в мирное время еще молодыми прекрасными люди? как-то в один ряд выстроились такие воспоминания? Бесконечно любимая женщина умирала. Ко мне выбежала из палаты ее, так сказать, сополатница и сказала, что кажется она кончается и нам пойти взглянуть на нее проститься. И я почувствовал, что то есть я увидел среди ясного белого дня, это был октябрь, но был редкий в октябре солнечный, без облака день, я увидел, что небо раскололось на части и начала кусками падать на землю. Он преградил мне дорогу и на стези мои положил тьму, завлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Самое для меня страшное то же самое любимое. Это такой парадокс, это больше действует. В каждом счастье лежит зерно несчастья, ибо именно очень большое счастье, если оно рушится с болезнью смерть никак нельзя перестраховать. Оно может наброситься и на более молодого, и на более казалось бы здорового. Наносит самый страшный удар именно тогда, когда общее счастье так прекрасное и так, кажется, должно длиться вечно. смерть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я уже стоял на ногах, я держался, я мог улыбаться, мог разговаривать и шутить, но во мне жила эта смерть. и я должен был объяснить, зачем это, почему это. С одной стороны, меня тянуло к Богу, а с другой стороны, я не мог принять всего богословия, связанное с этим. Я решительно не принимал того богословия, которое пустили в ход друзья Илова. это настолько убедительное богословие, что мне многие верующие говорили, что они не понимают книги Илова, ведь друзья Илова совершенно правильно ему все говорят. Вот эта их правильность была для меня так же невыносима, как Илова, потому что вовсе не обязательно страдание выпадает на долю человека, который нагрешил. Боже мой, сколько гнуснейших мерзавцев продолжают жить и сколько ни в чем невинных людей попадает в мясорубку, хотя бы не в мясорубку войны. Думаю, читается и наоборот. И в каждом несчастье зерно счастья. Иначе после смерти вашей первой жены вы не нашли бы Зинаиду Александровну. Я очень много об этом думал. Пришел к выводу, что не надо преувеличивать Божье всемогущество. Бог вездесущий. Значит, вездесущий Он присутствует во всякой страдающей твари. И топит эту боль в радости творчества. Но мы, уподобляясь Богу, не можем делать это, как Он одновременно. Бог вечности. Он одновременно испытывает страдания, как все в страдании мира, и одновременно топит это в радости творчества, в радости сопротивления силам распада, силам инерции, силам смерти огненной или смерти холодной. А у нас мы живем во времени. И нам надо вынести очень глубокое страдание, чтобы потом уже отчасти воспоминания утопить его в радости сознания своей собственной глубины. потому что именно внутри Царствия Божия, которое внутри нас, именно там сейчас, после разрушения обители Бога, на небесах живет Бог. И мы должны открыться. И страдание раскрывает это Царствие, открывает его ворота. Обычно мы живем на поверхности. Он уже страшный удар, когда все на поверхности обесценено, все это ничего не стоит. Мы живем только какими-то проблесками из глубины. И мы начинаем видеть эту глубину. И понимаем этот смысл подобия Бога, как радость страдания, как страдания, ведущие к радости и радость, возвращающие наш страданию. Полнота бытия невозможна, без единства страдания и радости. Они все время переливаются в друга. И когда мы смотрим великую трагедию в спектакле, когда мы слушаем музыки Баха, когда мы смотрим на иконы Рублева, там же всюду переливается радость страдания и страдания в радости. Высшие формы искусства, приближающиеся к сознанию божественному, а не рядового человека, ну и человеческому, в той мире, в которой человек может быть подобен по-своему, они все время чередуют страдания и радости. И это мы призваны удержать в себе. И это тогда есть оправдание того, что происходит. В моем блоге эта пара проходит под грифом «Светлые люди планеты Земля». Храни их, Бог. Случайно наткнулся на стихи Зинаиды Миркиной в электронной газете. Это непередаваемое ощущение родства духа. Теперь и я ваш читатель и почитатель. Наверное, мы все делимся на тех, кто принимает или не принимает вызов. Но Бог нам всем дал силы, чтобы принять вызов. Я знаю, люди все убивают друг друга, люди едят животных, животные едят друг друг. Как можно жить в этом мире? Я жить не могла. И сама все отставляют друг страдания, даже я. Но я была дистрофиком, мама получила какой-то лишний паек хлеба чуть-чуть, отдавала мне. А я отдавала нищий, у которого не было этого паека, потому что я не могла обидеться от нищего. Конечно, тайне от семьи, потому что это было преступление по отношению к семье. Все равно это ничего не решало. Лизнь был невероятный. Я казалась, что в этом мире жить невозможно. И чувство своей вины меня просто душило. Хотя казалось бы, я ни в чем не была виновата, но она действительно меня душила. Кстати, это чувство вины у меня, наверное, было с детства всегда, какой бы ни был конфликт, я всегда чувствовала виноватой себя во всем. И есть такой даже потом образ возник, что как бумагу ластиком протирают до дырки, так я свою душу этим чувством вины протерла до дырки. И в эту дырку в один какой-то день, вот именно когда я был 13 лет, хлынул свет. Я тут, это не мой свет, это не я, но я была только в том, что я протерла эту душу до дырки. Я всемир рождена для ответа, я знаю. И в течение дней, нагнетание лет, это тихо растущий, как чаще лесная, это мой возревающий в сердце ответ. Лишь ко мне обращаются сосен вершины и пронзительный глаз мирового огня, и никто не поможет ни словом единым, не ответит никто никогда за меня. «Боже мы куда-то вовне обращаем эти вопросы». Это неправильно в высшей степени. Вопрос должен быть направлен только внутрь. «Боже Мы все время спрашиваем с Бога, потребляя. Мы потребители, которые хотят то, что нам дано, потреблять. И в этом уходит свой смысл. Но мы задуманы как творцы, а не как потребители. Наша задача – сотворчество Богу, сотрудничество с Ним. И поэтому нам нечего спрашивать, сколько нам дали, сколько мы сами дали. Сколько мы сами можем вложить в тот постоянный источник света, который все время уравновешивает вечную тьму. И что же? Любой гомосапиен способен к озарениям? Из всех религиозных формул мне ближе всего дзенская, что для спасения нужна великая вера, великая ревность, в смысле рвения и великое сомнение в словах Будды и Патриарха. То есть нужно верить во что-то, что по ту сторону слов. Но удастся ли это? Это так же, как большая любовь. Это должна быть не только способность к большой любви, которую я постепенно нажил за первые 35 лет своей жизни, более-менее отмеченных чертами эгоизма. Надо было совершенно освободиться от эгоизма, чтобы раскрылась способность к большой любви. Но и после этого большая любовь могла не состояться. Ну, не было необходимой встречи. Так же и на духовном пути. Какие-то обстоятельства помогут вам дойти до озарения, а другим нет. Но тогда остается только верить всем людям, которые дошли, и следовать их примеру. Мы как бы солдаты, штурмующие крепость воскресения и жизни вечной. Может ли жаловаться рыцарь, когда он падает в битве, если ранен король? Слова маэстера Эккорда. Есть, тем не менее, вопросы, на которые мы ответить не можем, которые мы можем принять, потому что такова жизнь в своей цельности. И, в общем, жизнь в своей целости и красоте как-то поглощает все эти нерешенные вопросы. Так я не понял, за что страдаем? Дорогой Иов, вопрос поставлен некорректно, то есть дурацкий. Есть два вопроса за что? Вопрос к Богу и вопрос к человеку. Вопрос к Богу, как я говорила, я стою, я всю жизнь за это платила, не задается во мне. Он задается только внутрь, и это только так. А вопрос к человеку, спрос человека, это наш общий долг. И об этом буду говорить в следующей передаче, возможно ли, чистая совесть. Пошли все-таки к столу. Я рублю, что я столько наставлю. Так, это надо меня для грибов сделать. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде, И жил Иов сто сорок лет, И видел сыновей своих, и сыновей сыновь них до четвертого рода, И умер Иов в старости, присущенной днями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok